Сегодня в Иркутске у нас напали прямо в помещении штаба на сына, собственника, который сдал нам помещение. В Иркутске у нас скоро открытие, мы туда поедем на выходные, которые 17-18 июня. И, соответственно, там идет вся подготовка, там белят стены, красят. И собственник, который сдал нам помещение, он сторонник, и поэтому, собственно, вот сам участвует со своей семьей во всех строительных работах. Там в Иркутске вообще какая история очень интересная. Несколько раз мы уже снимали помещение, несколько раз были отказы, связанные прямо с силовым давлением. То есть приходили какие-то ФСБшники и силовики, и говорили, вот ты нам, ты зря связался, ты это помещение не сдавай, запугивали человека. И вот собственник, который в итоге нам сдал штаб, он давно, мы давно с ними на связи, мы знаем, что у нас есть такой сторонник. И он говорил, ну, ребят, вы же снимете нормальное, хорошее помещение там по какой-то коммерческой ставке, а у меня помещение там не очень хорошее, я, конечно, готов вам его предоставить, но как бы не очень этого хочу. И когда было несколько уже отказов, связанных вот с таким давлением, он сам в какой-то момент пришел к нашему координатору Сергею Беспалову. И сказал, ну вот я вижу теперь, как на вас давят, нет, теперь уж я точно штаб сдам. Сдал его, начал делать там ремонт, и вот после этого случилась эта история сегодняшняя, совершенно адская. Когда пришли просто люди с бейсбольными битами прямо в помещение штаба, открыто там сидит человек, красит стены, и просто его там на месте избили. И, ну, в Иркутске разница во времени 4 часа, и когда Беспалов об этом я первый раз написал, без подробностей, сына собственника избили, я еще сказал, Сереж, подожди, стой, 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 давай перепроверим и проверим, чтобы мы не оказались в положении вот этого там мальчика, который кричал волке, знаете, да, присказку, что мы прокричим, что тут напали, а ну, мало ли, кого и почему побили, и на кого почему напали. И он, собственно, проверил и перепроверил историю, и тогда уже вот он написал сейчас пост со всеми подробностями, что реально это было не какое-то случайное нападение на улицу, которое там не связано с политической деятельностью. Нет, на человека напали прямо именно в помещение штаба и говорили, что это тебе за то, что ты связался с Навальным, за то, что ты сдаешь ему помещение. И более того, хотя мы и написали, конечно, заявление во все правоохранительные органы, и хотя мы, конечно же, сказали, что мы будем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы они расследовали это нападение. Но по словам свидетелей нападения, сами эти люди, которые нападали, не просто полностью ощущали свою безнаказанность, но еще и запугивали свидетелей, и чуть ли там не обыскивали их, и не отбирали телефоны. И вот разве что только сами корочки не показывали, что мы тут из правоохранительных органов и есть. То есть это натурально, не просто какие-то бандиты, нанятые местной администрацией, это сотрудники, очевидно, каких-то местных там центра Э или ФСБ, прямо вот посланные администрацией избивать и запугивать. Я хочу сказать слова огромной благодарности, собственно, нашему админодателю и Сергею, по-моему, зовут, извините, пожалуйста, что наизусть не помню, это только что произошло, и его сыну, которые оказались очень стойкими и храбрыми людьми. Да, Сергей Бугаев, правильно я сказал Сергею, и которые, собственно, сказали, что даже это их нападение их не остановит, и все равно штаб Навального там будет. Вы, дорогой Сергей и сын Сергея, вы героические люди, низкий вам поклон от всей команды, от всех штабов из регионов, вы настоящие молодцы. И в Иркутск мы уже скоро приедем, продержитесь, пожалуйста, до открытия. И мы сделаем все для того, чтобы наказать нападавших сейчас, но если у нас не получится наказать их сейчас, мы их накажем очень жестоко в прекрасной России будущего, когда справедливый и честный суд приговорит их к очень серьезным срокам за это сегодняшнее нападение. Вот, держитесь, дорогие иркутяне, и мы скоро к вам приедем. Продолжение следует...